Всем тихой ночи. Астрологи объявили год короткометражек по SCP, и авторы увидели, что на фильм по этой вселенной можно легко собрать деньги на краудфаундинговых платформах, а за счёт того, что SCP штука в целом раскрученная, к своим творениям легко привлечь внимание. Так что в скором времени мы увидим ещё много разных объектов в красивом и качественном кинематографическом исполнении. Некоторые из вышедших же короткометражек повторяют тексты по SCP почти буквально, как например видео по SCP-096-Скромнику от мистера Клея. Оно показывает нам сюжет истории Скромника самого с сайта SCP. Вернее, эта короткометражка кратко пересказывает одно из дополнений. Отчёт об инциденте 096-1А с сайта. Про доктора Дэна и его шифраторы те самые 4 пикселя на фотографии с лицом монстра. С одной стороны, занятно смотреть экранизацию одного из текстов базы данных SCP, а с другой как-то нечего обсуждать, теории не придумать. Любому, кто просто прочёл отчёт об инциденте 096-1-А, понятно, что происходит на экране. Некоторые из коротких фильмов чуть более загадочны, как например те, что делает Эван Ройалти. Один из них под названием Оверлорд я уже разобрал на этом канале, хотя там оказалось всё не так уж и сложно. Особенно если знать, с каким объектом он связан. Куда загадочнее другая, вышедшая ранее короткометражка от того же автора. Она называется Dollhouse или Кукольный домик. И там непонятного и недосказанного куда больше. Кукольный домик просто-таки набит отсылками и разными намёками. Их мы и будем разбирать. В видео мы видим действия МОК, которые прибывают к неизвестной аномалии, засевшей в американском пригороде, и пытаются поставить её на содержание. При первоначальном штурме здания в нём не было обнаружено абсолютно ничего необычного. Но когда один из бойцов нашёл ноутбук, начались странности. Как оказалось, ноутбук работал ещё до прибытия МОК, и на нём постоянно крутилась программа неизвестного назначения. В самом компьютере нашлись папки, каждая из которых обозначает одну из комнат в доме. И, наверное, это не просто так. Пока боец ковыряется в компьютере, вокруг начинает твориться странное. В одной из комнат пропала вся мебель. Где-то на фоне прошла какая-то женщина. И сразу исчезла, как будто её и не было. А сам отряд обнаружил, что пространство в доме нарушает законы привычной евклидовой геометрии. И изнутри дом куда больше, чем снаружи. Затем моговец, оставшийся у компьютера, открывает запароленную папку. К ней подходит пароль, который ранее был обнаруженным на записке на входной двери дома. В этой папке есть текстовый файл под названием «Случайность», а в нём написано слово «Кордун». После этого пространство вокруг начинает как бы глючить и лагать, подобно тому, как глючат не слишком хорошо протестированные, оптимизированные компьютерные игры. В доме появляются и исчезают какие-то люди, а один из бойцов мог зависает, став частью этой аномалии. Боец, оставшийся у ноутбука, замечает, что всё происходящее в доме управляется этим компьютером и предлагает другим покинуть это место. После чего он скопирует с устройства всю информацию, выключит его, а после чего уйдёт сам. Чем всё кончилось, не совсем понятно. Потому что ему мешает какой-то лагающий призрак женщины, а сама короткометражка заканчивается в момент, когда Моговец выключает ноутбук, и что после этого произошло мы не видим. После нажатия на кнопку всё уходит в затемнение. Быть может, сотрудник SCP просто забрал выключенный компьютер и ушёл, а может сам дом, и реальность внутреннего управляемой программой сразу пропала. Короче, у нас есть компьютер со странной программой, который управляет окружающим пространством. Да так, как будто мир вокруг этого устройства это симуляция, запущенная на нём. В принципе, зловещих компьютеров, которые творят всякую дичь среди объектов SCP, более чем хватает. Вот тот же известный по играм SCP-079, но он как-то не очень подходит, ведь он не мог влиять на реальность напрямую, только через другие электронные устройства. Куда больше подходит один малоизвестный, но довольно страшный объект под номером SCP-603. Суть 603 в том, что это программа, которая сама генерирует свой собственный исходный код, и раз за разом создаёт небольшие мини-игры, которые уже способны влиять на реальность напрямую. Например, в одном случае она останавливала сердце играющему, в другом полностью управляла поведением человека на расстоянии. Или вот есть SCP-687, который способен не просто изменять реальность, но даже менять прошлое и причинно-следственную связь. Не то чтобы это именно то, что мы видим в короткометражке, но я это к тому, что в мире SCP, в частности у самого фонда, достаточно объектов, которые могли бы приводить к подобному результату. И этого для дальнейшего построения теории вполне хватит. Далее, на что можно обратить внимание, это сообщение, после которого боец отряда превращается в модельку с зависшей анимацией. Сообщение, которое он видит, это зашифрованное послание, которое гласит «Я Прометей». Зашифровано оно довольно просто. Цифры в послании обозначают номер каждой буквы в таблице символов Юникода. В мире SCP есть организация под названием «Лаборатория Прометея». Это организация, которая какое-то время существовала параллельно с фондом SCP и занималась разработкой разных паранормальных технологий. В отличие от SCP, который просто хранит аномальные объекты, Лаборатория Прометея занимается проектами, суть каждого из которых в том, чтобы, используя аномальные штуки, решить какую-то проблему. И в результате этих изысканий время от времени создаются новые аномальные предметы, некоторые из которых фонд SCP и содержит. Да, в итоге Лаборатория Прометея прекращает свое существование, а большинство ее предметов переходит в фонду SCP. Для этого видео важно, что из SCP-2999 мы знаем, что Лаборатория умеет аномальным образом перемещать личность разумного существа в текстовый файл, который просто находясь на компьютере, воссоздает в нем разум определенного человека. Возможно, поэтому очередная волна паранормальной активности в доме начинается именно после открытия текстового файла. Дальше, во время обыска, один из бойцов находит ящик, наполненный документами по неким проектам. Моговидз достает одну из папок и видит там страницу книги на русском языке про передачу мыслей на расстоянии какую-то схему, которая говорит о том, что возможно принимать и передавать радиосигналы посредством нервной системы. В этом моменте было бы довольно круто, если бы авторы задействовали НИИ Прогресс из РУ филиала. Он сюда бы очень подошел. В следующей папке, которая подписана как под проект 1025 проект X, оказалось досье на женщину по имени Сибил. Сибил пропала два года назад при странных обстоятельствах. У нее, похоже, был широкий набор проблем с головой, да еще и склонность к самоубийству. А еще она подозрительно похожа на ту призрачную женщину, которая до этого пугала отряд. Из комментариев бойцов МОК мы узнаем, что у нее были отношения с отставным сотрудником SCP, который, судя по всему, утащил документы по всем этим проектам к себе домой и чем-то таким подозрительным занимался в последнее время. А вот и теория начинает понемногу складываться. И суть ее в том, что некий сотрудник SCP утащил к себе домой документацию, скорее всего по SCP-603, SCP-2999, ну или по каким-то похожим объектам, и создал компьютерную программу, в которую загрузил себя и Сибил, с которой он жил. И теперь их дом представляет собой кусок заглючившей виртуальной реальности наяву, в которой они могут делать абсолютно все, что угодно. Что же еще можно интересного вытащить из этого видео? Во время одного из происходящих глюков реальности, голос на фоне проговаривает цифры 23, 12, 15. Если расшифровывать их тем же способом, что и сообщение про Прометея, получится вот такой набор значков из таблицы символов. Стрелочка, направленная одновременно вверх и вниз. Зеркало Венеры, которое также обычно считается символом женщин. И Солнце. В чем же его смысл? Сложно сказать. Возможно тут зашифровано, что сотрудник фонда провернул всю эту многоходовочку, чтобы счастливо жить со своей пропавшей возлюбленной. Но тогда остается вопрос, для чего кто-то оставил пароль от того текстового файла на входной двери дома? Да и если у тех, кто живет в этой симуляции, есть возможность легко изменять пространство, почему они вообще позволили МОК найти этот компьютер? Ведь с такими возможностями, сущности живущей в этом доме ничего не стоило спрятать его в каком-то недоступном месте. Напротив, компьютер был оставлен так, чтобы его невозможно было пропустить. То есть хозяева этого места ждали прибытия МОК, и возможно как раз ожидали от них каких-то действий. Может быть жизнь в симуляции, поглощающей реальности, казалась не так хороша, и ее обитатели захотели, чтобы кто-то наконец выключил компьютер и прекратил их страдания? А может дело в чем-то еще? напишите свои предположения в комментариях, пообсуждаем. А еще когда я в первый раз смотрел, я прочел надпись на записке не как Camel Skin, то есть верблюжья кожа, а как Camel Serene. И я даже загуглил это, и мне выпала аниме-короткометражка, называющаяся Shelter, про девочку Рин, которая живет в симуляции, и у нее есть компьютер, который этой симуляцией управляет. Ну а на самом деле она просто болтается в космосе в капсуле. Совпадение? Ну да, совпадение, хотя кто знает. Так или иначе, краткометражек по SCP становится все больше. Отдельно радует, что в их создании участвуют люди буквально со всей англоязычной части SCP. Все больше средств и ресурсов к этому привлекается. И есть совсем не нулевая вероятность, что в будущем мы увидим большой сериал по фонду. Кстати, давно хотел рассказать. Художник, который иногда рисует арту для этого канала, собирается выпускать свой ЗИН, в котором будет много красивых картинок по фонду. Что аномалии содержат? Ссылка на группу есть в описании. Всем пока!